Отдельный закон о ночном шуме действительно существует. Точные часы тишины устанавливаются региональными градоначальниками. В Мурманской области время, когда нужно снижать громкость до минимума, начинается с 22 часов вечера и продолжается до 8 утра на буднях, а на выходных это время с 23 часов вечера до 12 дня. Согласно новому закону, у взрослых теперь тоже появился своеобразный тихий час, а точнее 2 часа. С 13 до 15 дня нельзя шуметь, потому что действуют такие же нормы, что и ночью. Ну, пусть делают так, попробуют, что получится. Ну, а днем почти никто так и не шумит. Обычно шумят к вечеру, после работы, после 5-6 начинается. Да, готов соблюдать, отношусь позитивно. Нормально, соблюдаем. А что, шуметь? Это молодежь больше шумит. А пожилые, что им шуметь-то? Против. Да, мы очень против. Слушать музыку, это как бы каждый день. Музыка, это наше все. Ведь мы молодежь. Так вы как, колонки на полную и айда? Конечно. Да. И убираться. И убираться. Да. А вот, не думаете ли вы, что это немножко эгоистично? Ведь, может быть, в это время кто-то хочет поспать. Ну, ночью тоже, чтобы я закуснулся, это ничего. Как говорится, до 11 часов можно делать, что хотим. Музыка. 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 Громкая музыка из автомобиля. Свист, грохот, пение, крики. Громкая речь из любых общественных мест. Дворов, детских площадок, гаражных и дачных районов. В часы, когда должна соблюдаться тишина, карается штрафом. Если гражданин первый раз совершает такое правонарушение, то штраф от 1 тысячи до 3. Если повторно совершает, то уже фиксированный штраф 4 тысячи. Если в дальнейшем в течение года совершает, штраф назначается в размере 5 тысяч. Штраф может огорчить вас даже в новогоднюю ночь. Хлопать фейерверками, громко праздновать и веселиться можно. С 22 часов вечера до 6 утра. Прописана отдельно новогодняя ночь. То есть люди по-разному отмечают. Кто-то считает, что в час уже можно лечь спать. Кто-то считает, что нужно всю ночь праздновать. Теперь вот есть законом прописано, что до 6 утра можно смело встречать Новый год. Введение новых правил связано с тем, что в Мурманской области участились жалобы на шум. Только в Кировско-Апатийском районе за первое полугодие 2015 года в полицию обратились более тысячи жителей. Со всеми нюансами новых правил можно ознакомиться, прочитав закон об обеспечении тишины и покоя граждан от 3 июля 2015 года номер 1888.